Ребята, здравствуйте! Недавно просматривая рецепты по статистике, что, как, чего набирает по просмотрам, по лайкам, я всегда анализирую, чтобы понимать, какие рецепты делать, на что больше упор ставить. И понял, что мы забыли про тематику горшочков, а ведь это чертовски вкусно. Потому что, вы знаете, я вот не знаю. Вот на так, ну согласись, в горшочках еда приобретает особый шарм, вкус. Да, то есть можно все то же самое положить в противень и все. Здесь получается волшебно вкусно. Сегодня постараюсь вас удивить, может быть нет, для кого-то это покажется стандартным рецептом. Для меня это тоже некая классика. Задействуем грибы, не шампиньоны, потому что вот это блюдо должно сопровождаться другими грибами. Все делается просто, все делается элементарно. Ну а спонсор сегодняшнего выпуска, господа, это вот эти вот замечательные горшочки. Покупайте в любом магазине. Такие, знаешь, люди только искал свой спонсор, что они такие уже, сейчас дизлайк за рекламу. Дизлайк за рекламу. Давайте приступим к приготовлению. По мясной составляющей. Я задействую свинину, это называется карбонат, здесь полкилограмма. Вы смело можете брать, например, говядину. С говядиной получается тоже безумно вкусно. Полкилограмма, значит, что мы делаем? Мы должны нарезать. Как это сделать? Значит, смотрите. Кубики не должны быть как на шашлык. Они должны быть вот такого вот размера. При этом оно будет мягкое, а внутри очень-очень сочное. И вот если будете брать карбонат, обязательно посмотрите, чтобы был жирочек. Потому что он потопится и даст, ну короче, даст нужную сочность конечному продукту. Сковородку разогреваем на большом огне. Нам очень важно, чтобы мясо сейчас запечаталось. Добавляем сюда немного обычного масла и маленький кусочек сливочного, чтобы придать вот этот сливочный отличный привкус. Ждем, пока масло растопится. После чего забрасываем сюда мясо. И как нужно его поджарить? Ни в коем случае не доводим его до полной готовности. Важно, чтобы образовалась просто золотистая корочка. То есть, по сути, запечатать со всех сторон. Вот до такого состояния нужно было довести свинину. А теперь мы отсюда ее убираем в любую удобную миску. Еще раз повторюсь, очень важно это именно не доготовить. Потому что суть всей процедуры вот этой, чтобы просто запечатать мясо. И вы знаете, я раньше готовил на обычном масле, но когда попробовал на сливочном, получается, ну что я вам буду рассказывать? Вы все понимаете, тут уже такие ароматы летают, что мам не горюй. Масло мы, естественно, не убираем, а на нем мы будем прожаривать следующие ингредиенты. А именно, это одна морковка, нарезанная вот такими вот полукольцами. Также сюда идут четыре небольших картофлины. Как их нарезать, смотрите сами. Но мне кажется, что удобно именно сделать это кубиком. После этого мы все это перемешиваем и обжариваем. Ну, где-то минут 6-7, что-то около того. Как вы заметили, пока специи и соль я не добавлял. Ни в коем случае соль не добавляйте во время прожаривания мяса. Все зазолотилось, но не должно быть, опять же, готовым и мягким. Это все будет доходить именно в горшочках. По следующим ингредиентам. Это одна луковица, нарезанная полукольцами. Отправляем ее сюда. Также идет болгарский перец полторы штуки. Ну, я взял разного цвета, чтобы это симпатично все смотрелось. Можете обойтись без перца. Мне просто прям вообще нравится болгарский перец. Знаю, что многие его не любят. Но тут уже смотрите по вашему вкусу. Потому что можно пренебречь какими-то ингредиентами. И вишенка, просто фактически вишенка на нашем торте. Это опята. Ребята, имейте в виду, что в магазине я купил замороженную версию. Так как я ленивая морда, не ходил за грибами. Но если вдруг у вас есть какие-то... Можно, в принципе, добавить и шампиньоны, но, знаете, вкус шампиньонов очень сильно приедается. Вот лично для меня. Поэтому как разнообразие, добавить вот такие грибочки. Немножко их, естественно, надо разморозить, отжать от лишней влаги. И все. Теперь перемешиваем. И в таком виде прожариваем где-то 2-3 минуты. Так как свинина забрала некое количество сливочного масла, я добавлю еще немножко сюда. А что, хуже не будет. И пойдем по специям. Набор абсолютно, не сказать, что прям шибко большой. Это чабер. Вот буквально столечко. Можно пренебречь этой специи и заменить ее просто на вашу любимую. Можно добавить орегано. Но я вот не вижу. Это более такая классичная версия. Классичная. Классическая. Разумеется, свежемолотый перец. Но могу сказать так. Что дома, когда я готовлю вот это, я использую обычный молотый перец. И мне он нравится больше. К сожалению, у нас на студии его нет. Так бы я добавил, конечно же, его. Что касается соли. Где-то, ну, чайная ложка здесь должна быть. Потому что не забывайте, что еще мясо должно взять в количество соли. Поэтому тут уже выходите из положения сами, господа. Ну, что по специям. Розмарин у нас сюда идет, небольшая веточка. Это классический рецепт. Две лаврушки. Разумеется, чеснок. Но чеснок нужно добавлять вот такой нарезанный. Посмотрите. Вот он крупно-крупно. Оно будет попадаться потом в горшочки. И будет очень-очень вкусно. И последнее, что я часто добавляю, это паприка. Лучше возьмите сладкую. Остроты я не люблю в этом блюде. Поэтому две чайные ложки сладкой паприки. После этого все это перемешиваем. И уже со специями обжариваем порядка минут 5-6. Нет, скорее даже 4-5. Вот так вот. Дальше в ход пойдут горшочки. Но давайте все-таки я расскажу, если вдруг у вас их нет. Хотя, ребят, поверьте мне, вот эта штука, она окупится с лихвой именно за счет вкуса. Потому что он неземной. Если вдруг у вас их нет, просто берите противень. Все выкладывайте по принципу того, как я покажу вам сейчас на примере горшочков. И закрываете фольгой. Все. Получается тоже вкусно. Но вот эта вот обманочка такая, что здесь получается вкуснее. Ну, возьмите на заметку. Действительно, в каждом гипермаркете их можно купить. Можно в любом магазине. И стоят они. Сколько мы купили? Вот один горшок. Не помню. 90 или 99 рублей. То есть, ну, ценник абсолютно-таки адекватный. Итак, первым делом, что нужно добавить в горшочек? Это веточку розмарина в каждой, чтобы она была. Дальше идет слой картохи, перца, грибов. На самый нижний уровень мы все это укладываем. Небольшое количество. Дальше касаемо мяса. Тут уже, смотрите сами, я добавлю где-то на каждый слой. Пусть будет 3-4 кусочка. Дальше также идут у нас вкуснятки. Слушайте, очень классно пахнет. Я обожаю всю эту тематику. А мне кажется, здесь горшка на 3 хватит. Заложили. Немножко утрамбовываем все это здесь. И также добавляем опять мясо. А последний ингредиент, а это вода. То есть, по идее, конечно, в идеале можно добавить бульон. Но это очень сильно удорожает рецепт. И на мой взгляд, мясо сейчас даст жирочек. И это будет тоже очень неплохо. Можно сливки опять же добавить. Но это перебор, на мой взгляд. Поэтому, слушайте, подождите. Мне кажется, что можно еще начинки добавить. Что-то, мне кажется, маловаться я это сделал. Пусть будет вот так. Вы же знаете, что я люблю, чтобы было побольше. И добавляем воду сюда. Добавляем ровно до уровня. Вот так вот. Видите? Оставьте, иначе будет это все бульониться. Будет не то. Закрываем. Финишная прямая. Осталось ни в коем случае не разогреваем духовой шкаф. Потому что, ну не знаю, есть такое поверье. И люди говорят, что лучше ставить в холодную духовку, чтобы равномерно все это прогревалось. Не знаю, насколько это правда. Напишите вообще, действительно ли это так. Но я вот как-то склонен делать именно так. То есть, ставим горшочки. Включаем температуру 160-180 градусов. Обогрев вверх и низ. Если есть такая возможность. Если нет, значит включите просто низ. И оставляем где-то 50-60 минут. Что-то около того. При этом я рекомендую постелить фольгу под низ. Потому что, как бы, будут бульки эти идти. И потом засрете, извините за выражение, всю духовку. Это все оттирать надо. Чтобы, в общем, такого не было. Лучше постелить фольгу. Встречаемся на представлении блюда. И будем пробовать. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ По количеству порций получилось на три горшочка. Единственное, у нас, к сожалению, не было еще одного. Поэтому пришлось сделать две. Остальные будем уже доделывать. Сверху, как вы поняли, я добавил немного свежего. Зеленого лучка. Также можно припорошить все это дело перцем, например. Либо досолить. Ну, не по соли. Я уж попробовал прям идеально. Что касается мяса. Оно, вот оно, видите, вот я нажал. Оно вот так вот растопырилось. В общем, давайте все вместе попробуем. И сделаем какие-то заключительные выводы. Я не знаю, как выразить свои впечатления по поводу этого блюда. Это просто обычная, вкусная, вот такая вот домашняя еда. При этом очень нажористая. Получается внутри вот это вот, как, знаете, соус подливку. Он очень вкусный. И за счет мяса. Да, это вода, это не бульон. Но это обалденно вкусно даже вот так вот. Если с бульоном, я не знаю, это прям вообще какая-то солянка получится. По поводу мяса. Я бы сказал, что некоторые куски попадаются очень-очень мягкие. Есть немножко жестковатые. Поэтому лучше вообще можно еще сэкономить и купить не карбонат, а, например, этот, господи, как он называется, окорок, да? С окороком получится тоже отлично. Просто в этот раз по скидке был карбонат, поэтому я решил его купить. Но отлично. Мясо пропитано специями, солью. То есть фишка идет в том, что обязательно обжарьте его вначале на сливочном масле. Вы поймете прикол, потому что у него вот этот сливочный привкус остается. При этом все, лук, картошка, оно все доходит, оно все прям вообще консистенция, как я люблю. Все расписывать не буду. За обычную, повторюсь, за обычную кухню ставим пальцы вверх, потому что тут ничего сложного. И самая главная фишка, это, конечно, вот, ребята, эти горшочки. Я уже не знаю, сегодня раз в 50-е, наверное, произношу это слово. Действительно, получается в разы вкуснее, если нежели бы мы готовили просто на противне. И да, еще самое главное, это маслята. Ой, опята. Опята прям получаются, вы знаете, ну, те, кто любят грибы, те понимают, что там должно получаться. Они именно не распадаются на там, они именно чуть-чуть такие вот на грани жесткие, на грани мягкие. Во рту все это тает. Вот это вот соединение, это амброзия просто. Готовьте. Если вдруг приготовите, понравится, напишите об этом в комментах, потому что многих людей интересует тема того, готовил ли кто-то что-то и понравилось ли. С вами был, как всегда, Алексей Горельков. Подписка на основной канал, ссылка на группу ВКонтакте будет в описании. До вкусных встреч. Пока.